Безопасность на дорогах стала главной темой встречи сотрудников госавтоинспекции и представителей автотранспортных предприятий города, осуществляющих перевозку пассажиров. Стражи порядка подробно рассказали о произошедших изменениях в правилах дорожного движения и привели статистику аварийности в проезжей части города. Подробности знает моя коллега Ирина Волокитина. Для автоперевозки пассажиров необходима специальная лицензия. Если речь идет о детях, то требования увеличиваются в разы. Учитывается постановление стандарты, принятые на государственном уровне. Это, соответственно, желтый цвет самого автобуса, это маячки, это надпись «Внимание, дети!», это сиденья, оборудованные ринями безопасности. Имеется также в ТПСР соответствующая лицензия, специалисты полностью аттестованные и также водители со стажем работы, ну не только один год, там уже по 10-15, до 20 лет. Это непосредственно кто у нас здесь, на территории города Лабутнанги, осуществляет такую перевозку. Каких-либо чрезвычайных происшествий, связанных с перевозкой детей, на территории города зарегистрировано не было, говорит начальник госавтоинспекции. А вот при Уральском районе этой зимой в ДТП пострадали пятеро детей, которых взрослые перевозили на треколе. В целях повышения безопасности на дорогах с 1 октября были введены новые правила. Изменения коснулись как документ, требования к документам, к водителям и посредственно к автобусам. Вот, значит, основные требования это у нас при перевозке пассажиров, то есть дети должны быть в обязательном порядке пристегнуты. То есть если ранее допускалось движение непристегнутыми пассажиров в автобусе, в настоящее время только пристегнуты. Вот, соответственно, также внесены требования подачи заявки на перевозку пассажиров. Заявка к нам в госавтоинспекцию. Октябрьские нововведения стали поводом для встречи в стенах ГИБДТ. Пришли не только представители автотранспортного предприятия «Север», но и других организаций, а также частные предприниматели. Сотрудники госавтоинспекции рассказали о новых правилах, познакомили со статистикой дорожных происшествий. В этом году ими было пресечено свыше 7 тысяч административных правонарушений. В прошлом порядка 9 тысяч. С чем связано? Мы работаем на качество. Мы работаем на дисциплину водителей. Рабочая встреча перешла в формат диалога. Присутствующие задавали интересующие их вопросы и получали ответы, как говорится, из первых уст. Данные круглых столов необходимы, потому что на них обсуждают все проблемные вопросы. Участники данных круглых столов на наше приглашение реагируют положительно, то есть приходят. И мы обсуждаем все изменения в законодательстве Российской Федерации, в том числе и в правилах дорожного движения. Все рассказывается доступным человеческим языком, потому что у многих граждан нет возможности изучать изменения в сети интернет, а здесь это все доводится доступно. В завершении мероприятия сотрудники госавтоинспекции призвали руководителей предприятий и самих водителей выполнять все установленные требования, а пассажирам напомнили о необходимости проверять лицензию, которая должна быть в салоне автотранспортного средства, и не забыть взять проездной билетик, ведь он является страховкой на время пути. Ирина Волокитина, Евгений Садыков, программа «Время местное».